Девушки отдыхают 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 у нее своя история и вес 25% очень сильно влияет на индекс, то 9,5% с учетом других бумаг, которые просели на 10-15%, то коррекцию февральскую можно причислить к тем, которые мы видели в 5-7 годах. И посмотрим теперь динамику и бесофрейны против мировых развивающихся рынков. Что здесь очень было интересно? То, что до объявления о выплате, о количественных смещениях 2, украинский индекс от 4 месяца с сентября по ноябрь, он был расколерирован, можно сказать, расволонтирован от системы мировых. Но когда появилась новость о том, что есть количественные смещения и сумма была названа, то что мы увидели? Мы увидели, что индекс вошел в тесную корреляцию с мировыми площадками и в итоге он показал наибольший рост среди всех основных индексов. Если учесть коррекцию, которая была в феврале, она была короткая, но тем не менее без учета украинства коррекция достигла почти 10%. Почему российский индекс самый дешевый в мире? Потому что там самая дешевая сектора по нефтегазу находится. И в период того, как часть бумаг на российском индексе корректировалась, то Лукоил и Газпром уверенно идут вверх и достигают своих новых посткризисных пиков. Соответственно, если говорить по региону, то первое, Украина находится в пятерке лучших индексов мира с начала года. Второе, мы первое по росту в регионе. То есть с начала года у нас уже плюс 18-20%. Невзирая на последний рывок России, мы все еще их опережаем. И третье, что у нас есть еще достаточно запас для роста на этот год. И есть хорошие идеи в секторах. Мы выполняем функцию маркетмейкера, и мы должны быть в рынке каждого дня, каждой минуты, там, с 10.30 до 5.30, хотим там быть, или не хотим быть. У вас такой необходимости нет. Вы должны быть в рынке тогда, когда вы этого хотите, и вы должны быть в рынке тогда, когда вы считаете, что там интересно будет. Как и почему инвестирует два компетита? У нас есть полный список тех услуг, которые вы можете найти для рынка. Соответственно, мы не так раз признавались лучшим брокером, лидером фондового рынка. И эти услуги у нас есть. У нас есть инвестиционные фонды. Это высокая диверсификация профиля даже при небольших объемах инвестиций. Это то, что мы рекомендуем для тех потенциальных клиентов, которые хотят прийти и начать инвестировать на фондовом рынке. Ощутить себя инвестором. Броквич, здесь вы уже более самостоятельный, чем фонд, вы приходите и формируете свой собственный портфель. Вам дается в помощь профессиональный инвестиционный консультант, который имеет очень большой опыт работы на фондовом рынке. И вы можете, он становится вашим другом, советчиком, вы звоните ему, когда он уже получит какую-то рекомендацию по бумаге и программе. Интернет-рэдит. Как правило, им пользуются люди, которые любят самостоятельно принимать решения и хотят полностью самостоятельно отвечать за свои действия на фондовом рынке. Длительное управление. Это уже больше вид услуга, когда у вас такой более сложный вариант брокериджа. Брокеридж. Основные моменты. Вы можете выбрать свою стратегию, вы определяете свои цели, что вы хотите сберечь капитал, вы хотите приложить капитал, вы хотите просто защитить его с инфляцией. Вы выбираете тип портфеля, агрессивный, агрессивный, сбалансированный. У вас доступен весь набор тех инструментов, которые есть на украинской бильже. Это облигации, срочные имя, важная торговля. И, соответственно, вы отбираете активность с помощью, опять же, конфетируясь с вашим инвестиционным менеджером по поводу сочетания листа доходности и прочих параметров. И, скажу часто, что для дрейвера капитал развитие, то, что мы называем ретейлового бизнеса, а интернет-трейдинг, как сегмент ретейлового бизнеса, стал действительно важным. Мы, как маркетмейкеры в этом рынке, даем вам возможность отримать ликвидность. И тримаем его, наверное, в те дни, когда не очень хочется его отримать, скажу честно. Но мы понимаем, что это миссия, которую мы должны выполнять, потому что без ликвидности рынка не имеет. Это уже проверено не один раз. И это не просто, но истинно. Это самое лучшее, что вы можете сегодня делать.